Привет, ребята! В сегодняшнем видео мы будем собирать устройства из старой микроволновки для создания фрактальных фигур Ликтенберга. Звучит, может быть, пугающе и загадочно, но мы разберемся совсем по порядку. И в первую очередь этот прибор не для неосторожных и неопытных. Будьте крайне аккуратны и не работайте сами. И, кстати, даже это видео было сделано с участием трех человек. Ну что, начнем. Что это такое Ликтенберговые фигуры? Этот удивительный феномен был открыт более 200 лет назад и назван в честь ученого, открывшего его. Проявляется этот эффект между двумя контактами на поверхности кондуктивных материалов, например, мокрого дерева. Учеными этот принцип используется для изучения молний, помогая установить полярность и силу разряда. Также он может использоваться в искусстве для создания великолепных фрактальных картин и объемных фигур внутри оргстекла. Все это очень интересно и познавательно, но давайте приступим непосредственно к работе и сделаем наш собственный аппарат. Как видите, мы уже доработали наш трансформатор, а именно создали заземление, очистив один из краев базы. Теперь присоединяем здесь клемму, создавая при этом один из контактов. Питание, кстати, будет подключаться к первичной обмотке, а второй контакт присоединяем к вторичной. Большинство проводов и клемм мы взяли от самой микроволновки. Она, кстати, была еще рабочая, но уже отжившая свой век. Схватили ее еще меньше, чем за 20 долларов. На остальных проводах и контактах мы не экономили. Взяли самые качественные и дорогие для максимальной безопасности. Зачастую такие высоковольтные преобразователи вырабатывают около 2000 вольт, так что стоит применить все меры предосторожности. Кстати, насчет фракталов, которые являются фигурами, обладающими свойством самоподобия. Ну, по крайней мере, так говорит Википедия. Что меня больше всего в них восхищает, так это то, что в них мы можем увидеть саму природу, листья, расположение растений и даже кровеносные сосуды человека. Ну, это великолепный порядок, скрытый в хаосе. Ну, да ладно с философией. Для работы нам также понадобится раствор соды и воды. Смешиваем в пропорциях один стакан воды на минимум две ложки соды. Как контакты для первого эксперимента мы использовали гвозди. Ну, а первой подопытной у нас была небольшая дощечка. Забиваем слегка гвозди и далее подключаем контакты. Все это время трансформатор даже близко не стоит к розетке. Кстати, вот кстати и пригодились перчаточки. После этого, или можно даже до фиксации контактов, обильно смачиваем поверхность между контактами. А как кнопка пуска у нас сетевой фильтр. Ну, заодно и предохранитель. Все на местах, поехали! Как мы видим, контактируя даже на таком расстоянии формируется арка. Так что стоим подальше. Первый результат нам не понравился. Попробуем этот гордый пень. Но лучший результат, как ни странно, мы получили на куске ДВП. Хоть и не с первого раза. Секрет был в том, что смачивать нужно было более обильно. Как вы можете наблюдать, каждая маленькая фигурка повторяет всю фигуру в целом. Это по сути и есть фрактал. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот ребята у нас и получились такие интересные узоры. Как словари не создают язык, а всего лишь его регистрируют, так и наука не диктует правила нашего мира, а пытается их объяснить и применить на благо всех. Используйте фантазию для создания великих и прекрасных вещей, удивляйте родных и близких, а главное себя, тем как прекрасен мир вокруг и внутри. Ребят, огромное спасибо вам еще раз за поддержку и за внимание, подписывайтесь, лайкайте, будьте бдительны и осторожны во всех экспериментах и всем хорошего дня, пока-пока.